Друзья, я знаете, что завелся? Я снимаю уже третий фильм здесь, в саду, у себя. Вот он сад, вот он осветение, вот он молодой сад. Все здесь только в 15-м году первые деревья были посажены. Урожаи рекордные были, все было. Но я говорю о вещах, которые пока на данный момент недоступны. Информация, видимо, не доходит, потому что не может быть. Если на международной конференции, где мне заткнули рот, выступил после меня товарищ, сказал, что вишневые сады уничтожены, уничтожены грибами, надежды никакой. Это было. Это наверняка есть в этих самых, в аналах, так сказать. После этого издаются эти самые. Ну, хорошо. Пришел я не к месту. Я задним словом объясняю. Потеряны еще годы, годы, годы. Но сейчас, вот они опять цветут, опять плодоносят. Корневые отводки от тех. То есть, они все повторяют свои свойства. В этом есть плюс и минус. В Европе это саду 40 лет вот этому. Если вот этому отводку сейчас лет 5, вот он, 6, вот, 7, они медленно растут, то его все равно, те же 40 лет, как и вот его этим, назовем это, вегетативная мама. То есть, от отводок пошел сюда. И так это случилось. Дальше. Значит, я прихожу к такому мнению, что помешало развиваться садоводству вишневому в России. Хотя это важнейший продукт, важнейший. Вот. Вишневый сад Чехова. Перечитайте еще раз. Про эти вазы эти, которые в деревень поступали. Нету в деревнях больше садов. Все. И в деревнях уже крестьян нету. Есть работники этих самых специализированных ферм. Нету. Вот. Настолько все стало плохо. Если, скажете, где-то видел что-то, это еще не закономерность. Так вот. Две причины, по которым исчезли сады настоящие. Не грибы. Первое. Уничтожение с помощью пил и секаторов. Вот эти сады. Нет, пусть это будет второе. Первое. Пусть будет близкородственная связь. Где-то, когда-то шло вот таким путем. Я говорю, глядя вот на этот саженец. Вот. Где-то с Польши, там когда-то еще южнее, потом Украина, Россия, юг России. Попадает саженец. Через 10-15 лет геометрическая прогрессия. Вся деревня в этих сады, но все они родня. Они ни черта не хотят, эти сады, я показывал вам тысячи костек упавших. Они ни черта не хотят и не могут в реальных условиях проклюнуться. В этом саду, где упали сотни тысяч, а за все годы миллионы костек упали, я не преувеличиваю. В этом саду за десятки лет я не нашел ни одного сенца. Только корневая отводка. Казалось бы, благо. Раздражается быстро, ничего делать не надо. Лопаты перерубил поповину. И вот переноси этот саженец, чуть пораньше, правда, надо было, в другой сад. Пожалуйста, пожалуйста. Родственники, все родственники. И наступает момент деградации. Это близко родственные связи. Деревья слабеют. Надо же эти же вишни из других регионов было. А кто этим интересовался? Там, в быту, на дачах, в миллионах дачах. Кто-то специально этим занимался? Да, вишни везут с юга. И они все умирают. Это вторая причина. Потому что, когда свои собственные вишни, они же не просто погибали, как грибы. Они старели, 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 старели. Десятки лет. И, наконец, топор. А все, что сейчас попадает, нет, не Сибири. Нет. С юга. И опять на больные деревья нападают эти же грибы. И их обвиняют в том, что деревья гибнут. Вот не было бы этих грибов. Да не было бы грибов, жизнью на земле не было бы. Унистражение вот этих грибковых поселений на деревьях. Глупость высочайшая. Предательство. Глупость и предательство. Все попеременяют в это, сверх на ноги это. Зад впереди головы. Зад впереди головы. Задом думают. Оставьте в покое грибы. Они не виноваты. Они жрут только мертвецин на этих деревьях. Вот сорокалетние деревья. Вот они. Никто не подошел с пилой ни разу. Вот они. Вот сейчас уже не тот вид. А вот когда они цветут, вот тут красота неописуема. Но тем не менее, это опять миллионы выброшенных, как бы сказать, допущенных на ветер, ненужных в стране вишневых ветер. Еще раз. Нужна специальная комиссия. Специальная от Академии наук. Вот. Вместе с этими самыми. Со всеми атрибутами. С видеокамерами. С компьютерами. С этими. С ноутбуками. Встречу. Я всегда таких встречал коньяком. Видите, как заманиваю. Коньяку не жалко. Только спасите вы это все богатство. Спасите. Итак. Первое я сказал. Старение садов. Я уж не по порядку. Старение садов. Кстати, вот еще один отводок. Красиво, нет? Вот. Чуть позже зацвел. Старение садов. Раз. Значит. Близкородственные связи. Все они на целых регионах. Все с одной крови. Это плохо. Два. Замена южная саженцы, которые умирают. Но прежде чем умрут. Вишня все-таки достаточно. Солидный овощ. Фрукт. Такой. Солидный, в смысле крепкий. Прежде чем они умрут. Вот. На ним еще поизгаляются. Пытаясь их спасти. Хотя у них морозостойкости. Ни хрена для России нет. Вот. И наконец. Бесконечная обрезка. Вы знаете, что вот это дерево не имеет права вот эти ветки иметь. Не имеет и все. Немедленно пройдет. Немедленно, немедленно, немедленно. И отсюда начинаются болезни. Высказался. Вот. Ну, так как, о чем мы поговорили. Сколько там? Семь минут. Смотрите. Прививка черешни на эту же самую вишню. Конечно, неудачно. Обгонит, обгонит. Но, слава богу, до урожая дойдет. Вот. До урожая дойдет. Это на второй, третий год. Я вам такие показывал уже. Ну, еще так. Я, это, чтобы не на грустной ноте. Посмотрите, что это цветет. Абрикос уже отцвел. Это манджурский абрикос. А на него привита, вот она. На него привита венгерка. Я вам потом с такими плодами познакомлю. Ох, вы будете в шоке. Уже урожай был. Уже кто-то в шоке. Но не все. Вот. Мало просмотров. Вот такие дела. Вот такие дела. Показать вам сливу персикового мичурина. Ох, господи, какое это чудо. Нет, вы знаете, что я сделаю? Чудо это мы увидим. В следующий раз покажу, когда на нем будут висеть супер плоды. А знаете, какие они? Зубами сжимаешь. Взрыв. И вся морда. Это, да, да, это. В этом. В соке. Взрыв. И вся морда в шоке. Интересно, нет? Нет, ребята. Тема болезненная. Я сейчас зря отвлекся. И сейчас. Ведь что сказал Штирлис? Штирлис сказал. Хорошо запоминается последнее. Еще раз. Вишневые сады. Чтоб за этим закончить. Это вот третий фильм. Вишневые сады. Сорок лет. Ни одного веточки не было отрезано. Не улучшено. Урожай ежегодный. Я железок клянусь. Ни одного года не было пропущено. Я богом клянусь. А то невозможно поверить. Вот. Все морозы пережила. Все какие были. Сорок. Под сорок. За сорок. Все было. Вот. Почему в Европу не возвращают? Почему если они... Я же привел пример. Одна бы оказалась культурная всего на один год. Значит, у нее в Генах-то культурная. Значит, с Европы привезли в Сибирь. А больше-то неоткуда. И 40 лет назад этот посажен был в сад. А до этого он тоже тут рос. Он с 19 века тут уже они росли. И тогда будущее его. Вот оно. Вот оно. Видите? Это при том, что палится палец, а оно растет. Не подходил даже. Единственное, что только вокруг это... Траву выкасывал. Вторая, третья. А знаете, сколько под... Последние горькие слова. А знаете, сколько под косу пошло? Они же перелазят с той стороны. А на этой стороне они как бы не нужны. Вот супер груша. Вот супер груша. Вот. Видите? И супер венгерка. Действительно супер. Потому что это у них предельная вкусность. Предельный размер. Красоты неописуемы. Поэтому я так и называю супер. Вот. И тогда получается, что все, что оттуда перелазит. Видите? Все под косу попадает. От водки. Вот буквально чудом вот тот сберег. Вот тот. И тогда заглянем напоследок к соседу. Там можно было, если специальную, делать работу. Ой, сейчас не буду какую работу. Здесь бы их уже тысячи было бы. Поняли? То есть это может быть маточный сад для всей России. Но лучше все-таки косточками. Вот этими лучше все-таки косточками. Сколько их тут? Гигантское количество. Нет, немного. Вот. Все ценность имеется. И вот это слива имеется, которая 40 лет. Все, замолкаю. Вот. Я когда сюда захожу, вот они бесценные косточки супер урожайных и супер морозостойких слив. Видите? Вот. И тогда случается следующее. Рассказал я вам это. От сердца отлегло. Значит, еще смогу дальше жить. Все. До свидания, друзья. Вот. Жду специальную экспедицию. Не ту жуткую, которую рисковали жизнью. Вот. Сесть в поезд Москва-Абакан. Вот. Три дня водку пить. На четвертый приехать. Вот. И за работу. До свидания, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok